И перед тем, как вы посмотрите моё видео, я вам советую заглянуть в группу блокада Photoshop.BPM. Вас ждут конкурсы, комиксы, паки, арты, ежедневные раздачи мега крутых аватарок, множество разной полезной информации и многое-многое другое. Ссылочка в описании, друг, обязательно вступи, не пожалеешь. Всем привет, ребятки, и вы сейчас смотрите шестой выпуск рубрики Самые крутейшие баги. Спасибо всем, кто скидывал мне в обсуждение свои баги. Я их все отсортировал, нашёл самые интересные, некоторые из них проверил, протестил. Вот, и вот, в принципе, вы сейчас поэтому и смотрите этот шестой выпуск. Потому что я всё-таки взялся и отсортировал, протестил и проверил эти все баги и нашёл самые классные, самые интересные и самые крутые. Вот. Немного вступления будет достаточно долгое. Точнее, немного, да, достаточно долго, минуты две ещё. Так что, готовьтесь. И так, поехали. Во-первых, на канале уже почти 2000 подписчиков, а точнее, почти 1800. Но, наверное, этот ролик сегодня выйдет, когда я его сейчас и записываю. Короче, через пару деньков, когда на нём уже будет где-то полторы тысячи просмотров, где-то или две тысячи даже. Будет уже, я думаю, под 2000-1900. Так что, на канале появляется пиар. Пока что нет специального не обсуждения, не специального поста, закреплённого в моей официальной группе ВКонтакте. Ссылочка на неё находится в описании под всеми роликами. Вот. Ну, скоро будет, пишите, если что, мне в ЛС, в ВК. Я всем обязательно отвечу насчёт пиара, что, сколько стоит. Вот. Ну, и, в принципе, можете заказать. Далее. Почему так долго не было роликов? Аж полторы или две недели. Последний раз я выпустил, да, где-то полторы недели назад ролик. Разрушители мифов 2. А потому, что я решил после этого отдохнуть 3 или 4 дня. Потом сел записывать для вас обзорчик Z-Спаса. Но блокада мне, как всегда, этого не давалось делать. Она ужасно просто лагала. Ничего не изменилось за этот месяц, когда я вот этот выпустил самые крутейшие баги 5. Пятый выпуск. Ничего вообще за этот там месяц или три недели, ничего вообще, вообще, вообще не изменилось. Как лагало, так и лагает. На зомби-режиме вообще нереально играть. Да и на других режимах тоже, в принципе. Все куда-то тп-хаются, рассинхрон. Короче, ужас какой-то. Ну, вроде сегодня вышло 18 февраля. И только что я заходил в блокаду. У меня слетели все настройки. Видимо, разработчики весь этот месяц, все эти три недели, все это чинили. Вот. И, видимо, наконец-то починили. Ну, проверим, короче. Приходите все на стрим 20 февраля. В 19.00 по МСК, то есть по московскому времени. Не 19.00, это 7 часов вечера, кто не знает. То есть 6 часов вечера по киевскому времени. То есть по украинскому. Столица Киева. Вот. Всех вас жду. Ну и, в принципе, поехали. И начнем с разогрева. Итак, первый баг. Игрок, который снимал это видео, данное видео, он зашел за пределы карты на контре. Вы видите то, что пола, текстуры пола нет. Также нет других текстурок некоторых. Не знаю, как при этом чувствовали себя другие игроки, не особо понятно по этому видео. Но ясно то, что игрок мог передвигаться, мог стрелять. То есть он, в принципе, был боеспособен, можно даже так сказать. Ну и, в принципе, переходим ко второму багу. И второй баг. Я этот баг называю баг с выпадом из мира. То есть вы копаете яму до черно-серых блоков. После этого, если вы создатель этой карты, и у вас есть, когда вы нажимаете ее, то есть менюшку открываете, у вас есть админ-меню. Поэтому вы ломаете эти черно-серые блоки, и все желающие прыгают в эту дырку, вот, и тпхаются вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот такой вот баг, не особо он требует других комментариев. Также есть баг на полет, но я о нем расскажу вам в следующих выпусках. Он очень-очень похож на этот баг. И третий баг. Баг на режиме танки. По-моему, в каждом выпуске, кроме первого, есть баг на режиме танки. Уж очень-очень-очень баганный этот режим. Но все равно мы его все любим, на нем классно фармиться. Я зашел, по-моему, на карту или противостояние, это или долина. По-моему, это все-таки долина. И сразу же столкнулся с багом. Я появился в воздухе на сером танке и мог наблюдать за сражениями, за боями, которые происходят на земле. Вот, в принципе, вот такой вот баг. Поехали дальше. И четвертый баг не требует вообще никаких комментариев. Единственное, что я бы хотел сказать, если вы вдруг столкнетесь с таким вот багом, то есть такой вот чувачок будет именно против вас, то вы можете стрелять под днище этого танка, и вы его таким образом убьете. Потому что что-то у разработчиков или не получилось, или они немного поленились, и они убрали только текстурку ног, а сама моделька осталась. И вы как бы стреляете по ногам, и сервер это засчитывает. Таким образом вы сможете покарать такого вот бага юзера, и он не сможет сделать просто огромнейший плюс. Также могу сказать то, что этот баг на данный момент пофиксили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok